Синхронное плавание В нашем отделении занимается порядка 90 человек. Я считаю, это очень хорошая цифра для нашего небольшого города. Путь к синхронному плаванию у каждого свой. 8 лет назад в танце на воде Ольгу Соколову привела любовь к плаванию и гимнастике. Это чувство помогает ей преодолеть трудоемкий режим тренировок. 21 час в неделю и даже некоторые страхи. Не хватает воздуха и становится тяжело в некоторых моментах делать. Иногда начинаешь задыхаться. Становится намного гораздо сложнее делать уже другие элементы. Поэтому я считаю, что связки это самое сложное. Но также нужно еще держать высоту. Главное не падать. Высоко выходить. Когда делаешь руки, улыбаться, это тоже все довольно-таки сложно. В этом году гостями открытого первенства стали тюменские спортсменки, которые отметили высокий уровень своих соперниц. Мне понравились связки. Они очень долго, много времени проводили под водой. Очень хорошая растяжка. Сложные элементы. Мы занимаемся два года. Мы пока так делать еще не умеем. Тренеры в первую очередь делают ставку не на задатки юных синхронистов. Залог грациозных рук, натянутых носочков и проворных движений кроется в трудоспособности. Если у девочки есть желание, но нет выдающихся даже способностей, если она хочет и будет работать, обязательно все получится и будут результаты. На этих соревнованиях кому-то удалось выбиться в лидеры впервые, а кто-то, как Ольга Соколова, пополнил свою копилку наград. Так или иначе, этот турнир приблизил солистов, дуэты и группы, завоевавшие призовые места к состязаниям регионального уровня. Дмитрий Подлесной, Маргарита Декун, Денис Зонов, Сургут Интерновости.